всем привет тут ближайшее время у меня на фрезерном моем станке с чпу планируется резко достаточно большого количества алюминия связи с этим я решил маленько модернизировать систему сбора стружки потому что будет использоваться такой вот спреевый охладитель воздушные капельные воды будет немного но все равно она будет также будет много стружки кто не обработал алюминий знает мини летит везде вот у меня везде здесь на столе очень много кругом по кругу всего станка все в этом в алюминии во-первых потому что фреза раскидывает во вторых вот этот вот спрей дует он тоже и раскидывает минут везде отлетает и так далее так далее что я придумал я придумал следующее я купил вот такую вот канализационную трубу сотку разрезал ее пополам купил две заглушки разрезал пополам вот одна заглушка с одной стороны другая с другой он стоит вторая направляющая вот с другой стороны она будет лежать здесь в станке я сделаю отверстие и поставлю трубочки которые будут как бы вот так вот вместе со столом вдоль вот этого жалобы ходить и туда будет в этот желт все хозяйство сливаться если будет много прямо жидкости ну на всякий случай просто сюда же я увеличил маленько побольше сделаю такой вот экран меня еще остался сотовый поликарбонат повыше сделаю пошире чтобы ничего не летела сюда вот на стол на рабочий здесь с этой стороны сзади я повешу шторку такую вот от края до края и сюда вот ее наверху так вот закольцую то есть чтобы назад и на винт ничего не летела у меня до этого мне был просто кусок вот этого клеенки он туда свисал все нормально как видите все чистенько я ничего не протирал как есть так и есть здесь также будет висеть кусок вот это вот со смайликами клееночки потом куплены еще такие вот штучки тоже сотка с переходом на полтинник сейчас я это все хозяйство вырежу вот здесь вот снизу это вклею и посередине вот приклеил и у меня будет здесь вот такую с одной стороны и с другой стороны вот такой вот свисать хозяйство то вот еще не полтинник труба тоже есть вот она будет вставляться с одной стороны с другой стороны и будет ставить ведро вот отсюда будет сливаться жидкость охлаждающая скорее всего это будет просто вода не буду заморачиваться на суш получится скажем так вот так вот будет торчать деваться некуда выбора нет у меня в принципе сейчас никакого другого ну придется как-то пожертвовать вот рабочим пространством передвижения но зато по крайней мере весь мусор будет в одной куче кто-то может быть эту систему доработает изменит но пока вот так здесь вот труба прижмется к сотовому полигарбонату чем-то пока не знаю чем не придумал и герметиком силиконовым я этот шов замажу чтоб туда вниз ничего не летела хотя в принципе меня здесь снизу тоже закрыты единственное есть вот тут вот щель такая сейчас мне внизу здесь ну просто как полочка рабочая и стоит охлаждение шпинделя в этот отсек нижний где у меня находится управление станком вертор ничего не должно попасть должно быть все сухо здесь в принципе принципе думаю все получится сделано что трубой разрезал разрезал вот это вот заглушки две штуки ну просто пока на супер клей посадил просто пока на супер клей уже держится неплохо потом еще здесь последствии можно силиконовым герметиком что туда ничего не попадалось сверху и снизу тоже сейчас надо будет вот эти вот штучки порезать сделать такие вот как это сказать шины что ли не знаю ну в общем чтобы приложить снизу вот этой трубы половинчатой и был у меня слив вот как-то так как-то так надеюсь это видео будет полезным для кого-то захочет организовать такую же вот систему сбора строжки жижи и так далее стол герметичный тут я вот отверстие которыми не пользуюсь залил термопистолетом термоклеем принципе ничего туда просачиваться не должно которыми пользуюсь я просто закрутил сюда винтики болтики болтики потом эта коробка закроется полностью со всех четырех сторон также вот эти швы все промажутся силиконовым герметиком чтобы вся жидкость которая находится в рабочей зоне никуда не утекала кроме как в отверстие которые будут сделаны предварительно здесь и здесь и потом будет все это хозяйство стоять внизу в ведро собираться ну вроде вроде объяснил все как смог дальше наверное будет просто видео под музыку а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну вот, предварительно я собрал уже. Сейчас вот желоба стоят по бокам, как я и хотел, планировал. Нужно будет после всего хозяйства закрепить и нанести вот сюда герметик. Тут я немножко промахнулся. Нужно было трубу чуть-чуть вот так вот развернуть. А я сделал ровно по центру. Ну, ничего страшного. Прижму, там уже герметика, будет все хорошо. Так, потом встали. Я сделал два отверстия, немножко под углом. Вставил сюда две медные трубочки. Решил так организовать слив со стола. Не знаю, может быть еще по одной поставлю. Наверное, нет, не буду ставить. Просто, скорее всего, станок выставлю под уровень так, чтобы немножко сюда он был наклонен, сам стол. И тогда будет вся жидкость, которая будет собираться в моем, так сказать, аквариуме, будет как раз сюда вот приходить и здесь убегать в желоб. А желоб относительно стола выставлю, как бы, ну, то есть, как сказать, ну, тоже горизонтально выставлю, чтобы вода сбегалась в середину. Вот, примерно так. То есть, мне придется маленько его приподнять, чтобы горизонтальность была так, внизу. Так, спустимся вниз. Ну, здесь, вот как я объяснял, вот эти сливы с одного желоба, со второго соединяются. Сейчас здесь поставлю небольшой кусочек обрезка трубы. И здесь у меня будет стоять какой-то тазик, корыто, ведро, не знаю, что-нибудь. Ну, я вообще предполагаю, что жидкости будет не так много, потому что спрейная система, она не очень сильно жидкость распыляет. Поэтому большую емкость сюда ставить особого смысла не вижу. Ну, у меня есть там, где-то вот видро стоит, вон она, по-моему, вот она сюда и переедет. Так, сейчас что? Сейчас нужно будет собрать все борта. Нет, сначала нужно будет прикрепить заднюю шторку, которая будет закрывать полностью заднюю часть станка. Посмотрите размеры. Повесить ее. Раньше здесь стоял такой уголочек, короткий, сейчас надо будет его сделать, чтобы он был на всю длину, точнее, на всю ширину, от стенки до стенки. Ну, пока так. Так, ну вот, в принципе, все закончил. Вот, что у меня получилось. Здесь у меня две трубочки. Вот, отверстие. Здесь, здесь, вот. Здесь они в желобки попадают. Все. В желобки осталось только выставить уровень стола и уровень желобков. И поставить защиту чуть повыше. Ну, увеличить площадь. Здесь, вот так вот сейчас, задний коврик, клееночка здесь находится. Ну, я очень доволен тем, что получилось. Получилось даже чуть более симпатично, чем я предполагал. Я думал, будет вообще страшно. Нет, все в порядке. Такой вот у меня злобный смайлик. Ну, еще раз покажу снизу. Вот у меня это все хозяйство. Осталось поставить ведро. И все будет отлично. Очень настоятельно рекомендую вот эту вещь приобрести. Но, есть момент. Обязательно, обязательно приобретайте с отдельной регулировкой подачи жидкости и воздуха. Это важно. Потому что я первый раз купил. Сейчас она у меня лежит. Без вот этих регулировок. Это очень плохо. Брать только с регулировками. Отдельно регулируется подача жидкости. С жидкостью любой какой-то охлаждающей. Сейчас пока она не подключена. И воздух. А так вещь очень отличная. Прямо, ну, незаменимая. Особенно при резке алюминия. Ну, на этом все. Вот такая вот небольшая модернизация станка. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки. Надеюсь, это видео было полезным. Всего хорошего. До новых встреч.